Давай дадим дорогу молодым. Наша программа отправляется в гости к молодой певице Симе Кац. Сима – дочь знаменитой Маши Кац, которая выступала на первом конкурсе Евровидения под псевдонимом ЮДИФ. В талантливой семье талантливые дети. Создание музыки за пять секунд. А это в Гнесинке учат? Нет, это меня научила жизнь. А почему там не учат? Ну, потому что Гнесинка – это все-таки консервативное училище. Там есть продюсерское отделение, но я туда не пошла. Я не нашла для себя там. Споете нам что-то делать? Да. Ты понимаешь, что сейчас мы написали музыку за две минуты? Сима – дочь знаменитой Маши Кац. Сима – дочь знаменитой Маши Кац – дочь знаменитой Маши Кац. Сима – дочь знаменитой Маши Кац. Супер. как это должно происходить но я еще в 6 лет определила для себя кем хочу быть я хочу быть композитором и соответственно хочу писать музыку к фильмам и играм меня это вдохновляет эта работа меня устраивает меня устраивает оплата на этой работе и соответственно свою жизнь в ближайшем будущем я вижу именно так вы хотите быть композитором а а вокалистом солистом у меня есть несколько проектов сольных с группой где я как раз исполняю собственные песни не могу никак откликнуться пока что на эту карьеру именно артиста меня больше будоражит именно написание музыки сам этот процесс особенно когда это коллаборация с визуалом и знать как дело когда какой то есть просто отвал башкишный сериал и там очень крутые треки я потом залезаю в определенный ресурс где есть отдельно треки этих сериалов слушаю укороченную версию потому что там может быть 10 20 секунд до вот такого прям накала а потом я выискиваю и слушаю полную версию на мой взгляд sound production как и видео production сейчас абсолютно не раздельны это доказывает нам youtube и это доказывает нам телепередачей даже радио уже в любом случае с визуалом чего не было ранее поэтому для меня sound production и композиция является таким вдохновляющим вдохновляющей позиции в жизни а вы хотели бы вы хотели бы где-нибудь в голливуде описать музыку для сериала это мне кажется вот верх карьеры вверх мастерства это вот как раз работать с крупную продакшен которые занимаются конечно неважно где в голливуде или в израиле посмотрели фауда до музыка вообще плалбашки сающая потрясающе удивительная музыка композитора у него много хороших работ ну конечно хочется работать с крупными проектами но для этого нужно сильно постараться выйти на нужные контакты потому что например в россии что касается игровой сферы очень тяжело протиснуться композитором да и вообще в целом специалистом потому что все места рабочие заняты и конечно же вряд ли кто-то хочет с них сходить почему люди уходят на пенсию там 60 65 лет места же освобождаются или там вообще нет рынка ну в россии как такового игрового рынка не существует да и тем более это новомодный рынок там людям не 50 лет это как раз в основном и ровесники ну может быть чуть старше на 10 лет там пять лет а какому поколению вы себя причислять потому что мы вот шли я говорю сколько серафиме лет серафима фима сима сима как вам нравится сима сколько семи лет кирилл говорит 21 но со мной по телефону ощущение что разговаривает взрослый человек вот с кем вам интереснее с каким возрастом не 20 но я себя никогда не ассоциировала с цифры в паспорте и вообще людей стараюсь не делить поколение конечно есть определенные общие характеристики черты но я всегда общалась с людьми намного старше меня и у меня не возникало дискомфорта и если люди продолжали со мной общение значит и у них тоже а почему вы всегда общались с людьми которые старше вас возможно круг интересов был у меня немного иной и чаще он совпадал с людьми более старше меня то есть вы поняли что переросли свои свое поколение свое я никогда об этом не задумывалась переросла наверняка нет конечно в каких-то в какой-то отрасли сфере жизненные опыта конечно я не могу перепрыгнуть время но что касается круга интересов и знаний возможно какие-то люди меня интересуют своего возраста например дарима замечательная подруга мы ровесницы и у нас общие интересы нам друг с другом интересные возникает проблем а вы хотели бы служить в армии у меня есть израильское гражданство я ничего против не имею служения в армии просто сейчас это не входит в мои планы а вы пошли в армию ради того чтобы посмотреть на технику на военную ради того чтобы посмотреть на красивых еврейских парней сбитых накачанных там короткострижных красавцев вот я когда смотрю фотографии какие-то фейсбуке но это не может не вызывать симпатии когда молодой человек там с оружием в руках очаровательный с улыбкой который верит в бога читает молитву минхо это но в общем это настолько это очаровать потому что такой симбиоз вот разных формаций обычно это все разъединено а вот в израильских солдатах в девушках но в ребятах в большей степени потому что все-таки там много верующих много ортодоксальных норма в нормальном понимании людей и или же вы пошли бы потому что там девчонки крутые и когда они приходят из армии что-то меняется вот как какой-то ну приходит какой-то другой мир ощущения мне кажется что где-то глубоко глубоко на танчики погонять а она это само собой конечно очень хотелось бы мне кажется глубоко в душе я слегка пацифист и меня не будоражит вид оружие в целом наоборот скорее отталкивает и заставляет погрузиться в некую рефлексию но я бы пошла в израильскую армию именно в израильскую просто потому что это хороший жизненный урок это структуризация я человек творческий у меня нет никакого режима у меня всегда все планы тайм-менеджмент это для меня что-то какие-то слова витают в воздухе меня не касаются я конечно искренне стараюсь но я бы пошла туда за дисциплиной это стопроцентно то есть вы человек у которого этого нет и вы хотите это приобрести я никогда не опаздываю на работу но что касается каких-то встреч например с друзьями еще с компаниями все знают что если меня позвать 1800 я приду в 200 это стабильно вас не зовут 16 да поэтому мы уже привыкли в принципе звать меня пораньше давайте про еврейство давайте когда вы поняли что вы его еврейской семье осознание к вам пришло да это было всегда я никогда об этом не задумывалась все эти фольклорные словечки которые присутствовали в нашей семье смесь суржика с и дышим они были всегда но например меня называли ты моя годом это моя полным и детстве так что в принципе это не сразу разом еврейской семье оказались да да не было вот этого входа постепенного осознания может быть как у аллы гербер ее обозвали еврейка она прибежала папе жаловаться папа ее садил на колени с антисемитизмом я сталкивалась неоднократно и у меня это не вызывало никаких вопросов я всегда знала что я еврейка и и не было за это никогда стыдно а как это происходило можете описать вот в школе это часто проявлялось потому что дети неосознанно бывают жестокими так как родители что-то говорят дети это ловит да вот например несколько лет назад года два назад я сидела в метро у меня звезда давида часто на шее и мне были такие две косички я сижу напротив меня сидит женщина и очень пасмурно на меня смотрит бабушку такая да бабульчика такая преклонного уважительного возраста я бы сказала и выходя из вагона на 1905 года она хватает меня за косичку и называет жидовкой да такое было было и в школе конечно тоже да ты вообще еврейка или что-то такое как будто это что-то постыдное это учителя или дети в основном дети но вы обижались это обидно было или переросли от ситуации мне никогда не было обидно я просто не игнорировала этот вопрос и отстаивала свою семью кстати кто ближе вам мама или папа я бы сказала конечно что мама я же делать с мамой делились когда приходили домой вот рассказывали эти случаи в школе там я не считала нужным рассказывать это маме расстраивать ее на меня это не влияло как на личность меня во мне это не формировала стыд никогда я хотела просто защитить себя свою национальность свою семью родители ездили в командировки да конечно как и все нормальные родители оставляли вас с кем с кем вас если мама ездила на гастроли с кем вас с бабушкой так а бабушка это со стороны мамы или по стороны мамы со стороны отца к сожалению бабушка умерла вы с бабушкой дружите мы с бабушкой были очень близки и царствие небесное борода я на амит а а кто из родственников в вашем воспитании вашем становлении принимал участие кроме родителей больше всего большинство наших родственников или в израиле или в америке никакого тесного контакта именно в плане моего воспитания конечно же не было но большую часть у меня вложила мама и бабушка вы родились москве да а родители из москвы все в москве а вы сказали что суржик и и и дождат ловишки суржика это украинское украинские корни весь мой отец он конечно с украинским гражданством и от него я набралась кац это фамилия отца нет кац это фамилия моим папках фамилия шейнкер очень красивая фамилия а кац это коинская фамилия да то есть если бы вас пап если бы это было по мужской леди папа был вы коином да а коины были вашей семье дедушка дедушка мама он буквально а он ортодоксальный он верующий человек честно говоря я не застала к сожалению своего дедушку ортодоксальной семьей нет не было нам отца на поясах всегда поэтому нет ортодоксальность все-таки это достаточно серьезный религиозный шаг мы соблюдаем очень много и соблюдаем шаббат каждую пятницу но каждую субботу но ортодоксальности в нашей семье никогда не было зажигайте свечи конечно скажите браху на свечи баруха тадана надо надо заменить там что-то да умница а вы бываете в синагоге добывая как часто и по каким дням и в как куда выходить в какую общину чаще всего я хожу на бронную потому что безумно люблю исак абрамыча я передадим большой привет у него недавно был день рождения герман рожбилыч поздравлял и мы тоже поздравляем исак абрамыча мазалтов мазалтов уважаемый галанда я не могу сказать что частый гость синагоги но по праздникам особенно каким-то важным таким опять же как пейсах конечно же всегда иногда шаббат но чаще мы проводим шаббат семьей давайте поговорим на серьезные темы у каждой девочки есть есть примерно вы сказали про родителей и какой-то эталон вот например я предупредил пример когда к нам приезжали наши израильские родственники и тогда еще девочки подростки но уже уже понимающие я говорю а вы соблюдайте и одна девочка это дочь нашей сестры она сказала что когда я буду замужем мы будем это делать вместе с мужем это будет настолько клево мы будем там зажигать собачьи я буду печь халы я буду делать чем какие-то там блюда кавказской кухни готовить это будет настолько очаровательно вот как вы себя видите вы будете какая жена ну вот да давайте без штампов любящий там заботливая любящий детей это понятно вот вы наверняка мы рассуждали на эти темы и вы придумали модель сто процентов а я была бы хорошим другом мужу это сто процентов я считаю что дружба очень важна между отношениями и самое главное принятие понимание принятие уважение безусловно я была бы очень уважающим человеком и требующим к себе уважение так как я творческая личность достаточно и работа именно не работа в плане впахивать да я все сама работа над собой в том числе для меня очень важно это какие-то определенные личные границы конечно же мне бы хотелось чтобы их уважали и в ответ я буду уважать личные границы другого человека я бы была заботливой это сто процентов потому что я люблю готовить и обожаю кормить людей так что я бы закармливала своего мужа вы хотели бы жить в россии в москве или в какой другой стране я пока не могу сказать что где-то нашла свой дом в плане локации мой дом здесь везде где мне хорошо где я могу творить и локация меняется я считаю что каждому человеку нужна смена какого-то полюса поэтому мне комфортно существовать в россии пока что потому что я привыкла это привычка но я бы с удовольствием побывала и пожила бы во многих местах кем вы хотите быть через 20 лет но вот реальный 20 лет прошло склейка хоп вам 40 41 как увидите себя я достаточно тяжелый вопрос так как я не склонна жить будущем я склонна жить настоящим строить планы не надеяться на то что они существятся преодолевать какие-то определенные трудности для того чтобы эти цели воплотить как я вижу но в идеале если уж так вот думать конечно я бы хотела автономную комфортную для себя комфортные для себя условия работы в своей профессии а все еще вижу себя композитором и сотрудничая с сотрудничая с какими-то крупными проектами компаниями я бы хотела видеть вокруг себя семью все все как у людей а чего вы боитесь вас были какие-то потрясения в жизни которые оставили я не боюсь ничего я боялась темноты я боялась смерти близких я боялась своей смерти я боялась будущего как и все нормальные подростки я боялась общество людей вокруг себя сделать кому-то больно очень много различных страхов у людей которые навязывают нам наше окружение и социальное положение а мы шеи боялись я люблю мышек а бога боялись я бога люблю и уповая на то что он будет ко мне справедлив а маньяков насильников всегда можно притвориться психом и пустить слюну вряд ли у какого-нибудь насильника возникнет желание пустить слюну притвориться психом это надо иметь большую талику или долю артистизма достаточно вас роман анатолий рассказывал что темной ночью к нему подошли двое таких-то отморозков и дело было к ограблению и к избиениям он говорит как он говорит в принципе физически я был намного здоровее их обоих а вы знаете видели антар саняшному дал крепкий такое что я высокого роста он тоже где-то под метр восемьдесят вот он такой тяжеловесный товарищ и он говорит я бы мог их раскидать в принципе физично вот физически я был тяжело весомее тяжелее их но мне проще было притворить симулировать симулировать сердечный приступ он раз и как будто на все это останавливает сердце он говорит это меня спасло и это говорит сработало в принципе не нужно было мордобой не нужно было насилия над подростками над каким-то у которых там то ли пиво то ли там какой-то алкоголь в голове забирал то ли еще что . курион но это же вариант выход из ситуации без какого-либо насилия потому что за насилием всегда следует ответная реакция насилия поэтому что касается страхов убийц психов маньяков и прочее но во первых не надо особенно если ты девушка ходить поздно ночью где попала но вы рассуждаете совсем как рафинированная москвичка нет я я как человек который поздно возвращается с работы и я прекрасно понимаю что такие ситуации могут возникать но просто если ты идешь на это знай риски все боятся вам приходилось драться конечно но прям защищают да конечно я давно не дралась но это было в школе и у меня было последний раз когда я дралась лет 14-15 наверное на почве того что оскорбили оскорбили мою семью вторшеклассник я долго сопли не размусоливая получил врыва да и больше никогда с этим вопросом кстати в принципе на нейтральных отношениях и разошлись какие у вас отношения с мамой вообще гордитесь тем что она дамам он вернула делает мама говорила вам доченька станки лицей дочери станки лиц никогда мне это мы с мамой всегда были подругами у нас прекрасные доверительные отношения я безумно горжусь тем что она творит в мире искусства в мире музыки ей как человеком ей как мамой мама никогда на меня не давила она же была представляла на первом на первом евровидении да в каком году было девяносто четвертый меня и тогда еще не было в планах ваши друзья знают об этом но ведь событие вы можете перечислить кто еще кроме мамы выступал на евровидении ваши друзья вообще знаю о том что у вас конечно знают реакции приятные не слишком бурные в связи с тем что люди которые меня окружают достаточно тактично но никто не задавался вопросом почему как мы живем все и так прекрасно все все на виду да а как вы живете хорошо подождите а вот обязательно перечислите вот кого вспомните кто выступал на евровидении представляю россию кроме мамы насколько я помню после был киркоров киркоров петр налич в 2009 году насколько я помню лазарев билайн наш конечно билайн гагарина потом я был долгий провал я не смотрела евровидении почему была маленькой мне не интересно было простая кукла играла мама мама всегда смотрите да у нас появилась с определенных пор такая традиция последние смотрели конечно комментировали твой конечно кричали да мы просто смеялись но к сожалению конкурс евровидения это песено вокальный конкурс и теперь он таковым не является но зато это шоу это шоу безусловно это шоу да визуально это потрясающе но это сильно показывает насколько упала потребность в хорошем музыке у людей хотя может быть евровидении это уже и не показатель давно можно ладошку это от наших коллег вопрос если вам на руку положу таблетку бессмертия что вы сделаете делить нельзя я бы стерли в порошок и развеяла по ветру я никому бы не пожелала бессмертия вы бы стерли ее в порошок да и развеяла по ветру мне кажется что ценность жизни состоит в ее начале и конце я бы никому не пожелала быть бессмертным и в себе в том числе